С наступлением лета многие девушки от макияжа отказываются. От жары стрелки и тени расплываются, а тональные крема забивают поры и создают эффект надетого на лицо пакета. А во время отдыха и в отпуске красится и вовсе лень. Да и смысла нет, если вы планируете купаться и нырять. Я практически никогда не кражусь, чтобы не напрягал этот макияж весь день. Да, но желательно, чтобы этот макияж был нейтральным, практически натуральным. Это много макияжа, но он очень похож на натуральный. Это скульпторы, румяна легкие, какие-нибудь нюдовые помады. Нет, есть такой, который специально держит макияж, но я такой не пользовалась ни разу, мне нет необходимости. Реснички крашу летом. Главное умыться и реснички накрасить и все. И так уже впервые в мир. Ну, зимой прям и стрелочки, и тени, и все, и тон, чтобы лицо защитить от холода. Ну, помады тоже, конечно. А зимой больше косметики наносите? Ну, чуть побольше. Летом поменьше. Между тем, визажисты призывают летом обязательно использовать тональный крем, но только тот, который содержит СПФ-защиту, то есть сдерживает ультрафиолетовые лучи. Тон можно использовать полупрозрачный, который больше напоминает базу с деликатным свечением. Если кожа в хорошем состоянии, то можно обойтись просто сияющей базой, нанеся ее на выступающие участки и немного под глаза, либо добавить в базу пару капель тона и перемешать. Если кожа более проблемная, можно нанести тональный крем влажным спонжем. Покрытие будет чуть более плотное, но за счет впитывания излишков получится эффект второй кожи. В летний период нам необходимо большое внимание обратить на кожу, потому что, конечно, в летнее время закупориваются поры, нужно тщательнее очищать кожу, использовать обязательно тональные основы более прозрачные, более мягкие, такие как BBCC крема, и в которые желательно сразу уже входили защита СПФ от фиолетов. То есть СПФ примерно номер 20. Не стоит пренебрегать тональным кремом и в пасмурную погоду. Летом солнце активно светит даже сквозь тучи. А вот термальной водой лучше не злоупотреблять. Ее продавцы настаивают на том, что она может в считанные минуты восполнить утраченный водный баланс. Но обычно в термальной воде содержится какая-нибудь соль, а соль вытягивает воду. То есть термальная вода будет обезвоживать, а не увлажнять. Летом секреция сальных желез усиливается. Мы загораем, сидим под кондиционерами, паримся в транспорте. Кожа теряет влагу. Если лето по-настоящему жаркое, шелушение и стянутость могут чувствовать даже девушки с жирной кожей. Держать под контролем активность сальных желез поможет правильный уход и мягкое очищение. Регулярно умывайтесь, очищайте лицо тониками без спирта и обязательно наносите легкие увлажняющие кремы и сыворотки или кремы с гиалуроновой кислотой. А если хочется воспользоваться декоративной косметикой, отдайте предпочтение хайлайтерам. Лето – это всегда блеск, связанный с блеском, с сиянием, поэтому хайлайтеры, различные сияющие основы, пожалуйста, можно использовать и выглядеть счастливой и беззаботной. Вместо сухих текстур отдавайте предпочтение кремовым. Кремовые румяна, кремовые тени, жидкие хайлайтеры и бронзеры. И не забывайте про защитные бальзамы для губ с SPF фильтрами. А вот лишних слоев косметики лучше избегать. Это добавляет возраст, да и попросту смотрится не очень красиво. Виктория Шара и Сергей Баскин. События.